По сравнению с 2013 годом количество наркоманов в Алтайском крае сократилось. Сегодня на учете в краевом наркодиспансере состоит чуть больше 7 тысяч человек. Однако причин для радости нет, признают эксперты. Алтайский край по-прежнему входит в число региона страны, где уровень больных наркоманий выше среднероссийского. В последние годы все чаще наркополицейские регистрируют факты незаконного оборота новых веществ, еще не включенных в списки наркотических. В прошлом году таких было около 80. Кроме того, жителей края все чаще, что называется, подсаживают на синтетику. Между тем увеличивается и процент выявленных наркопреступлений. И впервые за последние годы в суды были направлены уголовные дела в отношении преступных сообществ. Не могу не вспомнить деятельность международного преступного сообщества, осуществляющего преступную деятельность на территории 25 субъектов Российской Федерации. С компетентными органами Республики Беларусь были установлены организаторы, доказаны факты легализации. 170 школьников края будут представлять наш регион на Всероссийской Олимпиаде школьников. Накануне завершился ее региональный этап. В нем участвовало около 700 выпускников алтайских школ. На протяжении почти четырех недель они выполняли олимпиадные задания по 19 школьным предметам. Хорошие результаты традиционно наши ребята показали по литературе, физике, химии, информатике и математике. Организаторы надеются, в Москве они подтвердят свои знания. Победа и призерство в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников, она дает право поступления в любой профильный вуз страны без экзаменов. 12 и 13 февраля в Краевом центре крови снова ждут доноров. Здесь пройдет акция «Капля любви донора». Ее организовал благотворительный фонд имени Наташи Едыкина и Главное управление МВД России по Алтайскому краю. К участию приглашаются все неравнодушные жители и гости Краевой столицы. Начало акции в 8 часов. Процедура сдачи крови у вас займет максимум полтора часа, а поможет спасти кому-то жизнь. Ольга Калачева, Алексей Фризин, информационный канал, город.